Добрый вечер, друзья! Сегодня мы продолжаем цикл наших разборов партии сервера Fox. Смотрим, как программа FineArt, программа, которая после ухода на пенсию AlphaGo является сильнейшей программой в мире, как эта программа играет против профессионалов, против сильнейших любителей на двух камнях вор. И сегодня я покажу вам партию, сыграю несколько дней дамы назад, японский профессионал второго Дана Кувабара Шун. Молодой мастер, ему 20 лет, сыграл очень интересную, в очень активном стиле, сыграл партию против программы FineArt. Итак, два камня форы, Кувабара черными. Фусеки чем-то напоминает ту партию, которую мы уже смотрели. Такое же Шимари, такое же Прилипание. То есть это все очень модно в наше время. Ну и здесь белые опять-таки выбрали самый аккуратный, самый простой вариант. Черные опустились. И здесь, конечно, за белых остается очень важный ход. Осталась блокировка, но за белых это немножко медленно и нет гарантии, что черные здесь распространятся. Может быть, черные просто захотят эти два камня пожертвовать. Белые сыграли Тенуки. Ну и в будущем у белых есть возможность либо играть блокировку, либо играть Ханэ сверху, либо, может быть, просто Хазами и атаковать эти два камня. Так что пока в таком виде оставили. И как в прошлой партии, мы видим здесь максимально быстрое развитие за белых. И здесь у нас распространенная форма, в которой есть очень хорошая комбинация, которую нужно запомнить. Это у нас за белых. Вот такой план. И я уверен, что белые именно так бы и сыграли, если бы лесенка была в их пользу. Давайте посмотрим, что же здесь за лесенка. Потом мы играем сюда. То есть, естественно, мы не будем делать такой обмен. Это у нас ход. Спасибо. Так, мы немножко укрепили себя, но черных укрепили основательно. Поэтому здесь, вместо этого обмена, играем вторжение в Сан-Сан. Из-за черных, если черные защищаются, белые режут. И проверяем лесенку. Лесенка здесь, кстати, в пользу белых лесенка. Так что можно было бы ожидать именно этот вариант. Белые могли на него идти. И здесь, что бы делали черные? Черные отвечали бы сюда. И дальше у нас есть очень модная схема. В наше время, до появления программ, было модно играть. Такие Сан-Та-Хады. И потом Е5. Черные защищаются. И у белых остается точка разрезания. А современная трактовка. Это когда белые удлиняются сначала вверх. Потом играют эти Хады. Угол, конечно, у черных не маленький. Но белые укрепляются снаружи. И если раньше у белых это была слабая группа, то теперь это похоже на плотность. И белые могут каким-то активным действием на нижней стороне переходить. Например, думать над вторжением. Но в партии белые просто побежали в центр. Черные сыграли Касуми. Зачем нужен этот ход? Этот ход нужен для того, чтобы точно не нарваться на комбинацию, которую мы смотрели. То есть здесь уже за черных очень опасно. И на такой ход белые могут не ограничиваться ее соходами. А могут здесь порезать и организовать борьбу. А если черные возьмут камень в гету, то за белых будет достаточно здесь соединиться с углом, получая очень много территорий. Поэтому здесь на прыжок через два принято здесь защищаться. И угол у черных крепкий. Белые туда вторжение не играют. Если сыграть вторжение, черные могут ответить, например, таким образом. И у черных все здесь в порядке. Белые ничего интересного здесь делать не могут. Поэтому в таком виде белые бросили позицию. И дальше очень неожиданный здесь был ход со стороны программы. Группа-то у белых еще слабая. Но белые хотят играть активно. Белые не хотят добавлять пассивные ходы для защиты этой группы. То есть если бы белые сыгрались... Извиняюсь. Уж не так? Вот так. Если бы белые сыграли так, было бы слишком медленно. Если бы белые сыграли... В таком ключе, да? Тоже за белых не смотрится ход. Территория никакая не строится у белых. Черные при этом укрепляются. Снизу могут черные ответить, например, вот так. И черные резко укрепляются. Потому что что сделала программа? Программа сыграла вторжение. И здесь мы можем встретить такие идеи, которые часто в партиях программы, в партиях файн-арта возникают. Но люди их не применяют, потому что людям бывает жалко жертвовать свои камни. То есть вообще я замечал, что главная, наверное, разница между игрой профессионалов и игрой программ. Это то, что программы гораздо чаще прибегают к тому, чтобы жертвовать свои камни. И очень красиво, очень грамотно умеют это делать. То есть здесь, казалось бы, ход за белых некорректный. Что это оверплей. Имея слабую группу, белые затевают новую борьбу. Но это не попытка атаковать черных. Белые сыграли вторжение, чтобы умереть. Чтобы умереть снизу. Черные сыграли. Естественно, Касуми. Белым не вырваться. Белым не вырваться. Но у белых и нет такой задачи. Белые режут. И они готовы отдать свои нижние два камня. Для чего? Для того, чтобы немножко стабилизироваться снаружи. То есть эта форма мне напоминает... Есть у нас Джосеки. Вот так оно выглядит. Вот так. Вот такой Джосеки, в котором черные протыкаются. Режут. Не для того, чтобы спастись. А для того, чтобы получить какие-то сентокамни снаружи. То есть, например, если белые здесь доедают. Самый вульгарный ход покажу. Вот так обычно доедать не рекомендуется. Вот. Но видите пример. Тогда Атари. Удлинение. Черные мертвы. Но черные получили очень полезные камни снаружи. Это примерно такой же способ игры. Та же идея. Не попытка спастись. А именно жертва. Сторжение. Жертва. Умирая снизу. Белые мертвы. То есть белые не будут. Может быть как-то вот так можно попробовать здесь выжить. Не знаю, насколько большие шансы. Но даже если белые как-то смогут это сделать. Черные получат очень мощную позицию снаружи. Так что здесь план другой. Белые не собираются в мучениях выживать. Кстати, могут черные, наверное, и попробовать убить эту группу. Но план другой. Белые готовы отдать. Готовы отдать. И готовы. У белых же снизу была группа слабая. Белые хотят эту свою слабую группу, свои слабые три камня, превратить в плотность. Отдаем. Все, отдаем. Отдаем. При этом белые получили довольно крепкую форму. А черным нужно снизу защищаться. Если черные здесь сыграют тенуки. Например, сыграли где-то в другом месте. Белые могут прилипнуть, удлиниться. И тут уже речь не о выживании белой группы пойдет. А здесь уже семиай. И за черных это довольно опасно. Потому что степеней у белых много. Поэтому черные здесь очень грамотно защитились. Вот такой ход сделали. Ход самый правильный. Самый правильный. И у черных все хорошо. Много очков. Вполне комфортная позиция. Все крепко. Нет слабой группы. Здесь черные без особых проблем поселились. Можно, конечно, и в центр выйти. Но тут пустой треугольник. Черные решили, что это слишком тяжелая форма. Поэтому предпочли строить базу внутри. Черные там выжили. Белые построили плотность. Ну и все, в принципе, довольны. У черных здесь по-прежнему все очень комфортно. Сколько? Четыре угла территории, да? Все крепко. Слабости не видно, да? То есть вполне комфортная позиция. Белые распространились. И дальше. Дальше Кувабара. Вообще японцы, они очень любят атаковать группы, если есть такая возможность. Я бы на месте черных, чувствуя, что все хорошо, играл бы здесь поаккуратнее. То есть я бы думал на месте черных над таким прыжком. Может быть над таким распространением. Можно вторжение рассмотреть. Правда, это уже немножко жадно. Это была бы попытка отнять у белых их последнюю территорию. Думаю, что здесь белые не стали бы играть стандартные ажсеки. То есть если сыграть вот так, самый стандартный, да, у нас. Ну и что делать с белым? Если белые удлиняются, то это за черных слишком комфортно. Это не должно рассматриваться за белых. А если бы белые сыграли с этой стороны, то Атари строим форму. И черную группу здесь убить нереально, особенно на фоне того, что у белых остались слабости в F15. Там проблема у белых. Вот так что здесь, думаю, что в ответ на вторжение белые бы всеми силами пытались обострить эту позицию. Думаю, что можно было бы ожидать вот такого прыжка с попыткой атаковать черную группу полномасштабно и, может быть, потом камни в углу атаковать, там вторгаться в сан-сан. Думаю, что здесь белые бы всеми силами пытались бы позицию обострить. То есть не играли бы стандартные схемы, не играли бы стандартные ажсеки. Вот, а в партии черные решили сыграть активно. Черные сыграли сюда. И это у нас критическая точка, но есть у меня сомнения по поводу этого хода, потому что в партии белые защитились и пропали здесь все точки разрезания. Я думаю, что здесь обмен не в пользу черных, потому что здесь же была возможность ткнуться и порезать. Можно было съесть 4 камня, полностью уничтожить все ады снизу, да? Камни-то не маленькие. Думаю, что здесь черные зря вообще сейчас к активным действиям перешли, и без того была вполне нормальная позиция. Было так. Белые защитились, черные пошли сюда, и, видимо, черные не ожидали, что белые здесь будут... Думали, наверное, что белые побегут в центр, и черные успели бы два камня защитить. А белые сыграли вот так, и здесь меня немножко удивил план черных, а я бы на месте черных отрезал бы, наверное, нижнюю двушку. Давал бы дальше от Ари, и белые бы, видимо, что бы белые выбирали. Думаю, что вот это за белых абсолютно неинтересно, отдавать разлетающий камень. Так что, скорее всего, белые бы камень защитили, и если бы черные смогли эту территорию держать, очков-то здесь очень много, а центр еще пока не умер, двушка пока еще не мертвая, в дальнейшем черные могут думать, что же с ней делать. Так что я ожидал вот такого плана от черных, а черные в партии побежали, и белые сразу же защитились. Сразу же. То есть, видимо, решили, что отпиливание двушки это очень много, ну и плюс, если двушку черные отпилят, то все адзи снизу ликвидируются. А здесь у белых и вторжение в сан-сан какое-то осталось. Чуть-чуть там адзи, да? Ну и плюс белые, может быть, рассчитывают заставить черных доедать вот эти два камня в дальнейшем. В Йоса, да? Там если белые сыграют, например, и кентопи, да? Так что белые решили, что двушка важна. Защистили ее. Но кажется, что после этого белые должны развалиться слева. Черные сыграли сюда, и теперь форма белых слева выглядит очень тонкой. И здесь существует множество способов белых отпилить. И кажется, что у белых здесь должны быть очень большие проблемы. Черные защитились, чтобы не было здесь прилипания, да, в поиск гейма. Белые сюда. И тут много способов. Есть как можно белых отпилить. Черные выбрали вот такой способ. И кажется, что у белых здесь огромные проблемы. Пилим. Удвиняемся. И что делать белым? Казалось бы, что это катастрофа за белых. Давайте посмотрим, какие есть способы. Если белые просто защищаются, черные блокируют, и у белых сколько там осталось? Всего лишь 3 степени, да, получается. Никакой семья из центральной группы здесь не организовать. Угол у черных довольно крепкий. Так что казалось бы, что здесь все. Если белые погибают, партия сразу же заканчивается. Но у белых здесь был очень хитрый план. Я думаю, что японский мастер Кувабара, 20-летний второй дан из Японии, не заметил эту возможность. Думал, что здесь у белых уже все плохо, что здесь катастрофа, что белые думают над тем, а не пора ли сдаваться. Дальше программа. Вот этой изумительной красоты. Дальше было построение здесь собаки. Даже не так. Изумительной красоты. Белые. Была комбинация. По спасению белой группы. Белые сыграли сюда. Нет, извиняюсь. Белые сыграли сюда. Атари. Если черные удлиняются, если черные вот так удлинились, белые еще раз дают атари. И у черных, в принципе, есть возможность белых здесь съесть. Но не бесплатно. То есть, если черные, если пробивают, то атари, белые соединились. И у белых какие-то здесь возможности остаются. Белые тут могут, начиная с такого хода, построить там глаз. То есть, это все может семяем завершиться. Тут будет семяй. А если на этот ход черные играют спуск вниз, то черные здесь могут белую группу съесть. То есть, будет так. Так. Или давайте его бросим. Лебезрайз. Пусть будет атари. Черные сюда. Белые должны отпиливать. И черные успевают выиграть семяй. Но у черных умирает угол. И за белых это очень приятный обмен. Белые здесь явно в плюсе. Потому что угол здесь наверху очень большой. И он уже, похоже, мертвый. Даже можно и ход не добавлять. Но даже если белый ход добавят, за белых все равно здесь очень приятное фарикование получилось. Слишком много очков белые получили. Так. Ну и если бы черные здесь вбросили, вбросили, тут ничего бы особо не изменилось. Это у нас точно такой же семяй. Черные резать здесь не могут. Могут только доедать белые камни. Ну и здесь все примерно то же самое. То есть, опять у черных ослабляется и группа в верхнем углу. И эта группа погибнет в результате. Поэтому в партии черные здесь не стали удлиняться. Черные просто пробили. Был атари. Черные соединились. И кажется, что даже здесь у белых большие неприятности. Что у белых здесь куча точек разрезания. То есть было так. Черные удлинились. Белые должны соединять. Ну и точки мяя мы видим, да? Две точки разрезания. Белые соединяются. Черные пилят. И здесь кто-то уже начинал бы паниковать. Если бы играли дети, начинали бы плакать. Что все, у белых погибло. Двушка снизу погибла. Группа огромная погибла. Что у белых есть? Еще слабая группа снизу осталась. И вторжение наверху. То есть казалось бы, полная катастрофа за белых. И дальше белые играют сюда. Ну и здесь я думаю, что черные как-то расслабились раньше времени. Думаю, что позиция еще очень неплохая была бы. Если бы черные здесь сыграли поаккуратнее. Думаю, что за черных правильно было бы здесь вот так блокировать. И на этот ход вот так, наверное, ответить. Отдать белым это пануки. Обычно не рекомендуется вот это же всякие применять. Форма стандартная. Но считается, что белые здесь укрепляются. Бесплатно. В центре. И дальше думаю, что белые бы не смогли бы свою группу спасти. И довольствовались бы сжатием в центре. То есть, наверное, было бы так. Было бы от Ари. Ну и, например, я не знаю, каким ходом. Например, таким ходом белые бы попытались поиграть 7-ми. Степеней белым, конечно, не хватит. Не хватит, да. Но белые могут как-то снаружи получить платность. И думаю, что у черных по очкам все было бы неплохо. Потому что плотность, конечно, мощная будет в центре, да, если все это захлопнется. Если мы заставим черных доедать белых, да. Но непонятно, что белым с этой плотностью делать. Моя-то большое не построить. Группа у черных снизу будет стабильная. Группа в правом верхнем тоже так просто умереть не должна. Там есть и прыжок, и распространение. Так что здесь, я думаю, это был бы самый правильный черный способ. А черные решили, что у них здесь все крепко. Что угол здесь не слабый. И что они могут ответить сюда. То есть разница в чем? Что черные хотят и группу слева съесть. Значит, двушку уже съели, да. И группу слева хотят съесть. А центральную белую при этом не укреплять. То есть пусть белые здесь эту группу вот так спасают. А черные там на атаке, например, в центр как-то проползут, да. Такое было. Думаю, что здесь черные просто недооценили слабости своей формы. Думаю, что у них в углу все хорошо. Что думали, что если белые там как-то выживут внутри, ну хорошо, пусть выживают. А черные тогда просто будут играть семяй. И там у белых не так-то много степеней осталось. У белых там семь степеней у группы. Так что черные, ну например, если будут семяя в таком ключе, да. Черным даже не обязательно доедать этот угол. Черным достаточно съесть группу на стороне. Потому что все равно же придется доедать. У белых, по крайней мере, их центра ходы в центре пропадут. А в партии, что было дальше? Дальше очень красиво. Изумительной красоты была комбинация. Белые сыграли сюда. Черные. Вот так ответили. Потому что если сыграть по-другому, а там, наверное, особой разницы не будет. Да, точно такая же форма. Между этим ходом и этим ходом. Все примерно то же самое. Было так. Белые режут. Черные режут. И здесь, если белые просто разрезают, черные играют сюда. И проблем в углу нет никаких. Здесь белые просто мертвы. Ничего не могут делать. Ну и могут максимум удовольствоваться каким-то сжатием в центре. То есть попытаться в центре, умирая слева, получить плотность. А в партии очень красивая здесь была комбинация. Белые сыграли сюда. А сначала от Ари. Но это не важно. Потом сюда. Черные, естественно, обязаны блокировать. И дальше. А вот дальше режем. И здесь, казалось бы, черные должны без проблем этот семей выиграть. Да? Было так. Соединились. У белых три степени. У черных слева пять. Снизу четыре. То есть, казалось бы, белые мертвы. И что черные здесь в полной безопасности. Но что было дальше? Дальше очень красиво. Прямо как в книжке, как в задачнике стесудзи, задачнике на жизнь и смерть. Белые соединились, черные в центре. Ответили. То есть, для чего нужно соединение? Чтобы у черных не было сантахода в оси. Теперь у белых там сколько? Осталось семь степеней, да? У белой группы. Белые сыграли здесь. Вбросили. И дальше. Дальше изумительный по красоте ход. Думаю, что многие из нас про этот ход могли бы забыть. И уверен, что у Кувабара второй дан забыл про этот ход. Думал, что здесь все чистенько. Что здесь проблем у черных нет. Что у черных больше степеней. Давайте посмотрим, какие есть ходы. Если белые сюда, черные так. Проблем никаких. Если белые с этой стороны, черные сюда. Опять проблем никаких. С этой стороны белые не успевают. Не успевают. Группа у них по-прежнему мертвая. Там два глаза. Как мы видим, не строятся. То есть, казалось бы, все хорошо. Все хорошо. Но он нашелся супер-десудзи от программы Fine Art. Ход, благодаря которому белые смогли одержать победу в этой партии. Белые сыграли сюда. И что делать? Что делать черным? Значит, если черные играют с этой стороны, это у нас к борьбам. Если черные играют с другой стороны, белые могут пойти вот так. Так черные не успевают выиграть 7-ми Ай. А если черные удлиняются, то это у нас снова, снова к борьбам. Что произошло в партии? Черные, наверное, были здесь, конечно, шокированы, увиденным. Черные сыграли сюда. Это у нас Ко. Но у черных есть, конечно, какие-то местные Ко-угрозы, но у белых очень много Ко-угроз. Здесь, поскольку у белых же мертвая группа, белые могут играть Ко-угрозой, пытаясь ее спасти. А угол, это была так и так территория черных изначально. Дальше белые нанесли такую Ко-угрозу. И тут, конечно, можно подумать, Ко-угроза ли это. Можно подумать над пробитием. Но дальше у белых есть красивый Тесудзи. То есть, если бы белые играли вот так, вот так, тут у белых 6 степеней осталось, у черных тоже 6, но непонятно, как дальше черных блокировать. Например, на такой ход черные прыгнули, соединились, и уже у черных 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так 8 степеней. Так черные семья выигрывают. Но здесь проблема в том, что на пробитии у белых был бы вот такой красивый Тесудзи. То есть, это та причина, по которой белые изначально не стали вставлять вот эти сендоходы. Белым нужно было вклинивание, чтобы максимально быстро уничтожить здесь степень черных. Если черные сюда, мы бежим. И здесь черные убежать не могут. А степеней здесь остается не так много остается. Такой ход или даже можем удлиниться, да? Хватает же. Там 6, а у черных только сколько здесь? Есть только 5 пока, да? Белые здесь впереди на одну степень. А в партии черные на когрозу ответили. Белые пробили. Ну и что делать? Где наносить когрозу, непонятно. Но пока это не прямая когроза, поэтому черные решили порезать, как-то обострить позицию. Дальше приходится наносить местные когрозы. Есть местные. Хоть и с потерей очков, но что делать? Борьба по-прежнему. Вот и здесь черные обязаны отвечать. Если черные пробьют, то белые даже не вот так сыграют, а могут сыграть просто в b15. Ну и тут, конечно, семья черным не выиграть. Тут у черных слишком мало степеней остается. Черные здесь мертвые. 3 на 5, да, получается. Так что на этот ход приходится отвечать. Приходится черным реагировать. На это белые защитились. Но у белых еще остались когроза. Есть такая. И отвечать черные обязаны. Ну а что теперь наносить черным? Когроза больше нет. Когрозы закончились. Поэтому в партии черные сыграли наверху. Белые пробили. Черные съели верхнюю группу. Но компенсация здесь явно недостаточная. В итоге что произошло? Угол у черных весь погиб. И белые смогли все свои слабые группы объединить. И теперь мы видим, что у нас черные под атакой. За черных это просто катастрофа. Если через программу смотреть, то тут обнаружат, что процент за черных рухнул. И дальше шансов у черных уже не было. Так что вот такая красивая партия. При помощи очень красивого Тесудзи белые смогли содержать победу. Так что черные здесь не заметили этот ход. Не доглядели. Надо было черным играть понадежнее. И тогда все было бы гораздо интереснее. Думаю, что у черных был реальный шанс группу белых съесть слева. Если бы черные играли здесь поаккуратнее. Если бы черные играли вместо пустого треугольника, играли бы вот так. И тут интересно, чем бы партия завершилась. Смогли ли белые получить бы компенсацию снаружи? Жертвуя свой группу. Вот такая партия. В итоге черные проиграли, черные сдались. На этом все. Спасибо. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok